Здравствуйте! Это передача в областном совете в студии Елена Горская. Методы борьбы с серыми зарплатами на этой неделе предложили студенты. Учащиеся вузов региона приняли участие в молодежном юридическом форуме. Это мероприятие ежегодное. Его организатор – региональный парламент. Инициативу будущих юристов внимательно изучили специалисты управления облсовета. По инициативе облсовета на обсуждение будущим юристам внесена тема серых зарплат. В этом году объем выплат в конверте в нашей стране составил 4 триллиона рублей. Это 40% годового бюджета России. Незаконные схемы занижают размеры будущих пенсий и сокращают объем социальных гарантий. Очень будет интересно услышать молодежь, которая готовится к дальнейшей своей работе. Еще раз подчеркиваю, юристам, которые проводят этот сегодняшний форум в преддверии Дня юриста. То есть, как они будут отставить эти интересы наших граждан, как они будут бороться с этим злом. Ну и в целом, конечно, услышать от них предложения, которые бы помогли эту тему как бы свести на ноль. Пути выхода из такой ситуации предложили студенты юридических вузов области. Они сыграли в деловую игру. Команды представили юмористическо-правовые миниатюры и социальные ролики на обозначенную тему. Один работник как-то спрашивает у другого, а почему мы с тобой получаем заработную плату в конвертах? А тот отвечает, так это мы в конвертах, а у тех, кто побогаче, коробки, тележки, самосвалы. На дискуссионной площадке студенты высказали свое видение проблемы и предложили свои версии выхода из теневой экономики. Мозговой штурм длился полтора часа. Молодежь считает, что на ситуацию могут повлиять такие меры, как выплата зарплат только по безналичному расчету или введение презумпции вины за налоговые преступления. Простой путь решения проблемы серых зарплат заключается в том, чтобы избавиться от наличных денег полностью и перейти на безналичный расчет, тем самым исключив какой-либо вероятность передачи денег в конвертах. Нужно на работодателя наложить какую-то, усилить их ответственность перед их работниками. Тогда, возможно, что-то станет лучше и легче. Тема серых зарплат активно обсуждалась и в интернете. Накануне деловой игры в одной из популярных в молодежной среде социальной сети прошел опрос. Он получил свыше двух с половиной тысяч просмотров. Почти 250 человек приняли непосредственное участие в голосовании. Почти 43% респондентов заявило, что организации скрывают налоги. Это реально. Еще 16% заявили, что организации гонятся за запутанной прибылью. То есть, если суммировать, то это получается очень много. И 22% выразило мнение, что нет альтернативного источника заработной платы. Над этим нам тоже надо задуматься. Мнение опрошенных во многом совпало с мнением участников юридического форума. По итогам деловой игры будет составлен манифест, в который войдут наиболее полезные инициативы по борьбе с серыми зарплатами. А победители-участники команды Ублсовет наградил грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. С 27 ноября по 1 декабря в Липецкой области пройдет депутатская неделя. Во всех муниципалитетах нашего региона откроется больше тысячи региональных общественных приемных. Проблемные вопросы, пожелания и предложения жителей выслушают депутаты разных уровней. Как будут организованы встречи с избирателями, а также о новых формах работы регионально-общественной приемной в Липецке, мы сегодня говорим с ее руководителем, председателем социального комитета Ублсовета Оксаной Глотовой. Оксана Станиславовна, где откроются площадки для встречи с избирателями? Такие площадки откроются на базе региональной общественной приемной, на базе местных общественных приемных. И помимо этого, практически каждый депутат совет или законодательного собрания, представительных органов, сельских поселений и так далее, они постараются провести приемы на своих избирательных территориях. То есть таким образом мы хотим места приема граждан максимально приблизить к месту жительства наших людей. — Приемы будут вести в течение всей недели, но как бы тем, кто все-таки не сможет попасть на прием к депутату? — Ну, не попасть на прием при желании в течение этой недели просто практически невозможно. Но тем не менее, если это все-таки произойдет, то добро пожаловать, региональная общественная приемная продолжает работу свою в обычном режиме. Местные общественные приемные работают в обычном режиме. Только для этого нужно отслеживать графики приемов в районных газетах, в местных средствах массовой информации. И помимо этого остается возможность обратиться через интернет, через наш сайт, свою проблему обозначить на нашем сайте через интернет. Таким образом, с этой проблемой будут разбираться точно в таком же порядке, как и на личном приеме. — Интернет приемный работает не так давно. Показала ли она уже свою эффективность? — Ну, она показывает. Пока она набирает обороты, она еще, наверное, не слишком известна. Поэтому я призываю обращаться через интернет. Это очень удобно. Это не тратит ваше время. А повторяю, порядок рассмотрения проблемной жалобы или обращения абсолютно такой же, как если бы вы побывали на личном приеме. Но тем не менее, обращения появляются все больше и больше. И я думаю, что за этим, наверное, это одно из будущих главных направлений. Люди все больше привыкают пользоваться услугами интернета. — Но, как правило, интернет – это все-таки такая среда для молодежи. Означает ли это, что через интернет приемный обращается именно молодое поколение? — Нет. Вы знаете, как правило, как раз молодых, очень молодых людей у нас на приемах бывает не так много. И радует, что через интернет обращаются люди пожилого возраста и уже бабушки с дедушками. Я так полагаю, что им, наверное, помогают более младшие родственники. Но тем не менее, наверное, интернет входит плотно в жизнь каждого человека, несмотря на его возраст. Поэтому здесь нельзя сказать, что к нам обращается только молодежь через интернет. — Оксана Станиславовна, во время личных приемов у людей есть возможность перенести с собой какие-то фотографии, какие-то документы, чтобы наглядно рассказать о своей проблеме. Через интернет приемный есть ли такая возможность? — Пока, к сожалению, технические возможности не позволяют этого сделать. Мы работаем над этой проблемой. Но тем не менее, если какие-то нужны документы подтверждающие, то мы просто рекомендуем гражданам, связываемся с ними по тем контактам, которые они указывают в обращении, и рекомендуем их довести. Этого сделать очень просто. Надо просто заехать на Зегеле-1, оставить в приемные документы, и, собственно, на этом все. — Оксана Станиславовна, еще один современный способ общения с избирателями, который планируется опробовать на базе региональной общественной приемной, это онлайн-приемы. Как будет организована здесь работа? — Ну, пока это у нас в планах, и мы очень хотим, чтобы эти планы реализовались. Идея такова. То есть мы объявляем через наши странички в соцсетях, что какого-либо числа состоится прием по той или иной теме. То есть это может быть материнство, детство, здравоохранение, образование, ЖКХ, проблемы ветеранов, пенсионного фонда и так далее. И с 10 до 12, например, или там мы определим время, люди смогут заходить на страничку и с помощью вот этих социальных сетей общаться с специалистами, которые будут сидеть в студии и отвечать на вопросы. Вот пока я это вижу так, но мы прорабатываем технические возможности этого приема. — Оксана Станиславовна, тематический прием завершится 1 декабря, уже на базе региональной общественной приемной в Липецке. Кто будет там вести прием? — Ну, мы планируем, что в приеме 1 декабря примут участие и руководители региона, и руководители структурных подразделений. Это и социальные направленности, и проблем жилищно-коммунального хозяйства, и, в принципе, все те проблемы, которые наиболее часто у нас в наших обращениях, у наших граждан появляются. Всех этих специалистов мы пригласим, чтобы сразу на месте, не дожидаясь запросов, мы смогли бы помочь людям. То есть это будет достаточно масштабный прием. — На базе региональной общественной приемной в этом году работал телефон горячей линии по различным вопросам, по медицинским, по проблемам пенсионеров, ЖКХ. Какие-то еще темы прорабатываются? — Да, мы планируем в ближайшее время запустить горячую линию по проблемам материнства, детства. Сюда войдут все проблемы и социальной помощи многодетным, одиноким семьям, просто семьям с детьми. Это будут и проблемы образования, здравоохранения, то есть такой комплексный блок. И, конечно, мы будем продолжать помощь нашим ветеранам, пенсионерам. По-моему, это самые незащищенные люди. Поэтому горячая линия во втором квартале будет посвящена проблемам ветеранов. — Получается, что на базе региональной приемной много возможностей появляется у жителей Липецкой области. И вот недавно появилась возможность получить бесплатную консультацию у юристов. По каким вопросам можно обратиться и как вообще попасть на прием? — Попасть на прием вообще очень просто. Надо просто позвонить по телефону 27 20 27, записаться на прием к юристу, но обязательно при этом сказать, какая проблема, чтобы наш юрист заранее подготовился к вашему вопросу и уже дал вам квалифицированный ответ, как действовать в том или ином случае. Работает у нас юрист по понедельникам и пятницам, но, повторяю, нужно записаться заранее. — Много ли уже было обращений? — Да, у нас постоянно идут люди, у нас в течение недели обращение где-то 15-20 только за консультацией юриста. — По каким вопросам обращаются? — В основном семейное право, льготы положенные, не положенные. Затем вопросы, там очень часто бывают вопросы межевания на сельских территориях, это вопрос очень актуален для селян. Ну, проблема ЖКХ, правильность взаимодействия с управляющей компанией и так далее. — Спасибо, Оксана Станиславовна. Это была депутат облсовета, руководитель региональной общественной приемной в Липецке Оксана Глотова. С 27 ноября по 1 декабря в нашем регионе будут организованы приемы граждан во всех районах области. Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Вы смотрели передачу в областном совете, передачу о тех, кого мы выбираем. Все последние новости на сайте облсовет.ру. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!